Слово По земле засиял небосвод голубой А потом Появились растения, звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте, мои хорошие Вы даже представить себе не можете Какая во мне сейчас радость Вот такая Хотя она внутри меня Потому что мне предстоит рассказать вам Об очень хорошем человеке Жил в 19 веке В Москве доктор Федор Петрович Гаас Удивительный был человек Казалось Его знали и любили Все москвичи И нищие, и полицмейстеры И профессора И владельцы лавок И знаменитые генералы И самые знатные аристократы Все с добрыми улыбками Приветствовали его И кланялись Когда он шел куда-то по улице Или ехал в пролетке Первое время Когда доктор только приехал Из Германии в Россию Его пациентами были люди знатные И при больших капиталах Федор Петрович быстро разбогател Купил шикарный особняк Подмосковное имение С крепостным людом Суконную фабрику Собрал картинную галерею Завел и рысаков Скоро его назначили Главным врачом Москвы И жил доктор, что называется На широкую ногу Ни в чем себе не отказывал Но вот однажды Федор Петрович Заехал в какой-то монастырь Теперь уж никто и не помнит В какой именно И с кем из старцев Он там беседовал Целых три часа к ряду Тоже неизвестно Но только вышел он от старца И сказал Какими же крепкими сетями Спеленал меня сатана Ну да не оставит меня спаситель Чай и моя душа для него Незряшный камень В придорожной канаве И после этого Доктор Гаас Не только стал лечить Всех бедняков бесплатно Но и распорядился На свои деньги Строить для них больницы По Москве стали ездить Нанятые доктором извозчики Которые подбирали и доставляли В больницы страждущих и больных Однако Средств на нормальное содержание Больниц не хватало И тогда Что бы вы думали Федор Петрович Продает имение Потом фабрику Дошла очередь И до продажи особняка И жил доктор теперь При клинике Как-то раз Посреди долгой Зимней ночи Его позвали в дом Сильно болевшей женщины Доктор быстро собрался И вышел во двор Ни одной звездочки Не было на небе И яростный посвист Холодный вьюги Заглушал Все звуки В округе Торопясь К больной Федор Петрович Пошел пешим Выбирая путь Покороче Обогнул Один дом Второй Свернул в арку И Стой Барин Услышал он Хриплый Приказной голос И башкой По сторонам Ты не крути Чтоб мы тебя Дубинушкой По ней не огрели Простите Я очень спешу Меня ждут Каждая минута Дорога Подождут А ты Клим Подходи к барину Сбоку И принимай Что даст Пожалуйста Все возьмите Вот деньги Часы золотые И шубу Барин Тоже Сымай Снял доктор И шубу И шапку И рукавицы Могу идти Спрашивает Погодь Постой Малость И к дружку Своему Уже обращаясь Зайди Климушка К нему Спереди По карманам Заначки Пошарь Ох Любят Я знаю Эти Господа По тайны Загашники Делать А калидерница Не жалей Полосни Ножичком По горлу И дело С концом Клим Детина Под два метра Ростом Шагнул Протягивая вперед Ручищу К доктору Чуть Пригляделся И упал На колени Прости Федор Петрович Не узнали Темно Потому Прости Да и ты И ты б себя Сразу Представил А ты Нет Вот молчишь Ну что Молчишь То Все Сносишь Ради Больного Святой Ты человек Мы ведь Так и душ Твою Чего доброго Загубить Могли Забирайся Одевайся Забирай Скорее Чего доброго Еще Простынешь За нас Покаянных Мы же За тебя Добрая Твоя душа Да Что хочешь Готовы сделать И До адреса Сами тебя проводим А то Всяких Басурман Хватает Прости Ты нас Христа Ради Прости В 1828 Году Федора Петровича Гааза Понизили В должности Еще бы Возится С беднотой И назначили Главным Врачом Тюремных Больниц На своем Новом Месте Работы Гааз Сразу Стал Добиваться Облегчения Условий Жизни Арестантов Провожая Катаржан На этап Федор Петрович Желал Лично Напутствовать Каждого Каждому Давал Что-то Нужное Одежду Деньги Божественные Книги Случалось К нему Обращались Крепостные Катаржане Федор Петрович Не оставь Батюшка Помоги Христа Ради Жена У меня Есть Крепостная Она У помещика Ну и Шок Значит Облегчить Участь Мою Со мною В местях По Владимирке Уйти Хочет А помещик То не Отпускает Выкуп Просит Помоги Заставь До конца Дней Спасителю За тебя Молиться Дальше Разлетелось Мгновенно Провожать Его Простого Доктора Пришло Почитай Пол Москвы Вот Скольким Людям Он Успел Сделать Добро Москвичи Собрав Пожертвования Поставили Ему Памятник На Веденском Кладбище На Памятнике Слова Доктора Гааза Спешите Делать Добро Он Был Одним Из Тех Кто Твердо Усвоил Завет Господа Нашего Вера Бездел Мертва Вера Бездел Мертва Я повторяю эти слова Не только для вас Но и Для самого себя Вся его жизнь На земле Это яркий пример Того что Вера Доказанная Добрыми делами Есть самый короткий путь В царство Божие И к этому уже Ничего не прибавишь До свидания Мои хорошие Храни вас Господь Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова